Народ, всем привет! На связи Ярослав Мудрый, опытный трейдер на рынке Форекс. И я рад сообщить вам, что на моем YouTube-канале запускается новая серия видео. Я бы даже сказал, что это маленькая Википедия в мире трейдинга. Здесь я буду рассказывать истории разных трейдеров, истории становления разных бирж и разные интересные исторические факты о трейдинге. И сейчас вы будете смотреть самое первое видео из этой серии. Поэтому мне очень важна ваша обратная связь, которую вы можете оставить в комментариях под этим видео. Пишите, нравится, не нравится, что поменять, что добавить. Я услышу вас и обязательно это сделаю. Всем приятного просмотра! Сегодня поговорим о Ларе Уильямсе, одном из самых известных трейдеров в мире, ставшем миллионером благодаря трейдингу. Ларе известен тем, что набрал абсолютный рекорд в турнире по трейдингу Robins World Cup, превратив 10 тысяч долларов в 1 миллион 100 тысяч долларов, что является абсолютным рекордом данного соревнования, а на своих обучающих семинарах выставляет сделки на своем счету в 1 миллион долларов. Сейчас Ларе Уильямс ушел из трейдинга и больше занимается обучением, проводит семинары и лекции по всему миру. Особенность обучения состоит в том, что гуру ставит сделки на реальном счету, используя ту информацию, которую дал на семинаре. Если торговля приносит прибыль, то она делится между всеми участниками семинара, а убытки маэстро берет на себя. Но все ли так гладко? Давайте разбираться. Не переключайтесь, с вами канал Мудрый Блог и серия видео о биографиях известных трейдеров. Сегодня вы узнаете, кто такой Ларе Уильямс, как он начал карьеру трейдера, его торговые стратегии, самые значительные достижения, популярные книги за его авторством и критику в его адрес от известных трейдеров. Чтобы не пропустить самые интересные истории, надо подписаться на канал, нажать на колокольчик и поставить лайк. Вильямс родился 6 октября 1944 года в Майлс-Сити, штат Монтана. Его отец – потомок немцев, валийцев, норвежцев и англичан. В 1960 году Ларе окончил школу, где проявил себя в спорте, играл в футбольной команде и был редактором в спортивной колонке школьной газеты. В 1964-м закончил школу журналистики в Университете Орегона в городе Юджин. Во время учебы Уильямс был членом профессионального братства в сфере рекламы под названием «Альфа-Дельта-Сигма», в котором занимал пост президента. Также он был членом братства «Сигма-Чи» и получил высшую национальную награду братства «Значительный СИГ». Выпускниками этой организации было много известных людей, среди которых Брэд Питт, Энди Руни. Уильямс был одним из основателей рок-н-ролльных марафонов, которые собрали свыше 320 миллионов долларов для благотворительных организаций по всему миру. После окончания университета Ларри перебирается в Нью-Йорк, где начинает работать корректором в рекламном агентстве. Работа по найму не понравилась Уильямсу, и он решает вернуться в родной город, где вместе с приятелем открывает свою газету под названием «The Oregon Report», специализирующийся на экономических и политических новостях. Именно работа в газете стала отправной точкой в трейдинге. Существует байка, что на Ларри сильно повлияла статья в газете, в которой говорилось, что акции компании выросли на 2,5 пункта. Уильямс обратился за комментариями про эту новость к своему другу, на что тот ответил, если бы эти акции купили вчера, сегодня они бы принесли 250 долларов. На то время 250 долларов были довольно крупной суммой денег, и никто из знакомых Уильямса в день столько не зарабатывал. В этот момент будущий маэстро трейдинга понял, что фондовый рынок – это перспективный способ заработать состояние. Хотя есть большие сомнения о том, является ли эта история правдой. Ларри стал самостоятельно постигать трейдинг, читая книги в общественной библиотеке. В 1966-м он успешно сдал экзамены и получил свидетельство биржевого спекулянта и право официально оказывать консалтинговые услуги. Первые шаги в трейдинге у Ларри были не впечатляющими. В начале своей карьеры на фондовом рынке он использовал консервативный подход к торговле. В течение нескольких лет накопил большой опыт, но подобный подход не приносил действительно большого дохода. Вплоть до 1970-х доходы с трейдинга не удовлетворяли Ларри до тех пор, пока по совету одного из знакомых он не попробовал срочный рынок. Большое кредитное плечо, низкие комиссии и сильная волатильность позволили отточить торговые стратегии и стать миллионером благодаря трейдингу. Самым ярким моментом в карьере Ларри Уильямса стало участие в Robins World Cup – международном турнире по биржевой торговле, суть которого была в том, чтобы показать максимальную прибыль. На турнире он с первоначального депозита в 10 тысяч долларов показал результат в 1 миллион 100 тысяч долларов, что равняется 10 тысячам процентов годовых. Ларри установил абсолютный рекорд данного турнира, не побитый до сих пор, и это несмотря на черный понедельник 19 октября 1987 года, когда рынок обвалился на четверть. Если бы не этот обвал, то доходность превысила бы 20 тысяч процентов годовых. Вскоре после победы в 1988 году Ларри Уильямс открывает фонд, названный Ларри Уильямс Financial Strategy Fund – фонд финансовой стратегии Ларри Уильямса. И в марте 1989 года опять принимает участие в турнире, но теряет более половины своего капитала. Победа в мировом турнире в 1987 году принесла Ларри известность в мире, после чего он начинает проводить свои обучающие семинары и продавать свои книги. Примечательно, что дочь Ларри Мишель тоже победила в том самом турнире по трейдингу, показав результат в 1100% годовых, доказав, что методики отца работают. Ларри Уильямс, как любая публичная личность, много критиковался. Один из примеров, когда Ларри в 1987 году торговал на турнире и зарабатывал миллионы. В то же самое время британский трейдер, торговавший по его стратегии, потерял более 6 миллионов долларов и был оштрафован CFTC – Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. После того, как Уильямс выпустил серию книг, всемирно известные инвесторы и трейдеры, такие как Уильям Галлахер, Дэвид Бертон и Том Демарк, выступили с критикой в адрес автора, обвиняя его в мошенничестве и отсутствии знания о рынке. Критике подвергается еще и то, что в своих книгах Ларри до конца не выдает секреты, которые помогли ему в столь успешной торговле. Были ли ему известны эти секреты, или он является обычным аферистом – решать вам. Существует миф, что в 2007 году Ларри завоевал титул чемпиона А5, чтобы утереть нос критикам. Но эта информация является фейком. На официальном сайте Robins World Cup нет никакой информации. А на экране вы можете увидеть победителей в этом году. Ларри Уильямс написал множество книг, в которых поделился своим опытом и знаниями. Самая известная книга Ларри – «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». В этой книге автор дает советы по внутридневной торговле, хотя, как было сказано раньше, сам он не любит торговать внутри дня. В книге даны общие принципы движения рынка, краткосрочные торговые стратегии. Автор попытался раскрыть преимущества и недостатки дейтрейдинга. Немало времени посвящено психологии трейдинга, философии и системному трейдингу. Книга заканчивается очень полезной мыслью. Я желаю вам удачи и хорошей торговли. А больше всего, напоминаю, не забывать эти три маленьких слова. Всегда используйте стопы. Критика данной книги сводится к тому, что она устарела и была написана под конкретное время и конкретные условия рынка. Защитники же говорят, что несмотря на то, что стратегии из книги не работают в текущий момент, все же полезных идей в книге много, а стратегии можно модифицировать под текущую ситуацию. Второй по известности книгой является «Секреты торговли на фьючерсном рынке». Автор настоящей книги, один из самых успешных трейдеров мира, предлагает подходить к фьючерсной торговле иначе. По его мнению, ориентироваться следует на крупнейших игроков, операторов рынка, действия которых определяют поведение цен биржевых товаров. Лучшим источником информации он считает обязательные отчеты по сделкам трейдеров, еженедельно публикуемые, комиссии по торговле товарными фьючерсами США. Главное – правильно интерпретировать раскрываемую в них информацию. Уильямс детально описывает эту систему отчетности и дает план действий, который позволяет максимизировать прибыли и снижать риски при торговле фьючерсами на товары, валюты, облигации и фондовые индексы. Основа торговли Уильямса – технический анализ, который он улучшал. Стиль торговли Ларри предпочитал среднесрочный и долгосрочный. Ларри не старался угадать, где будет цена с помощью индикаторов. Главной задачей он считал – определение доминирующего на рынке тренда и торговля по нему. Для определения, кто доминирует на рынке в данный момент – быки или медведи, он применял индикаторы собственной разработки. Один из них – процентный диапазон Уильямса. Хотя ряд исследователей приписывают разработку этого индикатора Джорджу Лейну, известному по разработке стахастического осциллятора, в связи с тем, что процентный диапазон Уильямса очень похож на технический индикатор «стахастический осциллятор», только представлен на инвертированной шкале. Тем не менее, все признают вклад Уильямса в популяризацию данного индикатора. Внутри дня Уильямс не торгует, предпочитает выжидать и заходить уже наверняка, а после – держать позицию от нескольких дней до нескольких недель. Вот что говорит сам автор о внутридневной торговле на одном из своих семинаров. Дэйтрейдинг – самая сложная форма трейдинга. Если вам кто-то посоветует начинать с дэйтрейдинга, хватайтесь за кошелек покрепче и бегите оттуда со всех ног. Это сложно, правда? Я сам пытался. Есть еще короткосрочная торговля. В моем случае средний срок сделки составляет 3 дня. У каждого должны быть свои временные рамки – от 3 до 15-20 дней, например. Это средние сроки торговли. Долгосрочные трейдеры ведут сделку 25-30 дней. Редко кто может удерживать так долго свою позицию, если только вас не ждет настоящий прорыв на рынке и большие деньги. Тогда можно удержаться. Но, как правило, рынки выдают синусоиды, и у нас есть время на маневр от 15 до 30 дней. Это время, которое мы должны поймать, чтобы заработать неплохие деньги. Но предсказать 3-4 летний рынок быков крайне сложно. Рынок делает огромные откаты против движения сделок, и их очень трудно выдержать. И, скорее всего, вы вылетите из рынка в самом низу, как раз перед его взлетом. Я скажу по своему опыту и по опыту лекций перед сотнями тысяч людей почти во всех странах мира. Неважно, это трейдеры из России, Китая, Сингапура, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Италии, Германии или Англии. Везде трейдеры в среднем удерживают свои позиции 15-20 дней. Кто-то вам скажет, что надо делать так, будет предлагать воображаемые сценарии. Но реальное время, и вы это можете проверить на практике, это от 15 до 30 дней. Это все, что мы хотели рассказать про Ларри Уильямса. Если у вас остались вопросы или есть что дополнить, а может, вы читали его книги и хотите поделиться знаниями, пишите свои комментарии. Спасибо, что вы были с нами. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...